так мы находимся в саамской деревне, в саамском языке и в этом небе Саам Саид маленькие кролики Глент, что ко мне все лезут? Папа, почему все ко мне сразу полезли? Не знаю, тебе понравилось Мне понравился фотчик? Ольяне рога здесь Здесь еще сделали такое олимпиона Современное язычество в селе Язычество возрастает Но так делать нельзя Физикники Фотографируйте Физикники Лось Я тебя , смотри Я тебя заметил Хватит Поехали! Чем хотелось? Капоратные? Молодец, слушай На хлебке калюхает Игор, Игорь, иди сюда Субтитры делал DimaTorzok Самый грустный, Элень Субтитры делал DimaTorzok Самый грустный, Элень Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Общая численность около 70-70 тысяч на всю планету осталось Скандинавские самые, у нас один язык и одна культура У нас есть такой большой минус, это отставание у нас идет по развитию То есть это выражается в языке, в культуре тоже самое, в бутылок У них даже письма есть придумали раньше У них идет латыница, 105 лет назад придумали У нас киридица идет У нас в 1982 году придумали ее У нас будет бы щелтирован на 90% А это все пошло из-за того, что в СССР Ну, на начнем даже с СССР Что при коммунифции должны быть все дети Быть образованы везде И когда туда прилетал тундр вертолет А все даже жили в тундре Я вот еще, к сожалению, тебя еще не застал Когда жили еще там И в итоге как происходило, прилетал вертолет И у всех детей начал туда забирать Кому 6, 7, 8, 10 лет Без разницы было, кого успел поймать, точнее говоря И я возил в Лавозер, в школу-интернат Я, скажу, в этой школе-интернате был нулевой класс И там была очень-очень строгая учительница И она была еще в национальной одежде Чтобы у детей меньше стресса была И она знала ее русский язык и саамский язык И она весь год обучала только русскому языку Ведь наши русские слова были первые, это маты И слова, которые сейчас не используются Возьмем, как коммунист, там, Ленин, поезд, ту-ту, в космос Ну, это и подобные пошли И, допустим, наши разговаривают Друзья там между собой на саамском Она сзади подходит, деревянная мощная указка Поговорит, точь, и начинают объяснять То, что нельзя тебе сейчас на саамском языке говорить Только должен сейчас приучаться на русском говорить Ведь когда ты перейдешь в первый класс Те же ученики не смогут понимать Ведь ты не будешь знать русский язык И когда вроде выучили русский язык Когда ты переходили в первый класс И там получалось так, что на одного Ребенка сами полагалось От восьми до десяти русских детей Ну, а среди детей это, вроде, быстро все приучается И что русский язык он закреплял Но потом уже пошло так, что привыкали к цивилизации Ну, была там цивилизация то же самое Ведь в Лавозе чем хорошо было, магазины были рядом А пошел быстро, купил то, что тебе нужно Кушку, кукурузу, картошку Потом он пришел, приготовил по-быстрому И все А в Тундре на это полдня убить, что все покушать приготовить И пошло так, что молодежь пришла оттуда идти Та же в Тундру И язык то же самое из-за этого был утерян почти У нас на данный момент Алиниоста Ну, по-настоящему очень сложная профессия И она почти у нас тоже утеряна Лет через пятнадцать Ну, не бойтесь никакого Алиниоста Просто Ну, не хотят туда идти А у нас в Тундре осталось 17 человек Кто работает еще И с того, в основном это старики идут Средний возраст от пятидесяти до семидесяти лет Вот там, кто работает Самый младший это тридцать восемь лет И то и там двое работают И все Больше никто не хочет туда идти Это правда очень сложная профессия Где в этой профессии до сих пор нет женщин или неводов До сих что Ну, первая причина так найдет, что это идет Физическая подготовка очень сильно нужна Там, когда летом уйдет за стадом Ну, сейчас так хорошо на водоцикл сел и поехал А раньше нужно было все пешочком исследовать Где-то следов там почти не видно И за сутки можно пройти от пятидесяти до семидесяти километров И когда вечером просто приходишь Там ты обессиненный полностью Там не то, что тебе не дамыть А тебе даже покушать неохота Ванна, поспать, да и все И вот вторая, говорится, причина Это у женщин не дано Долго времени мыться Делает Это так, как с природы сделала Вот Две основные причины Почему нет женщин У него И сразу же Тему насчет письменности Вот Вот До До современной письменности Около ста лет назад У нас была такая символическая письменность И эти символы Они раньше вышивались на одежде тоже самое На обуви И в основном на головных упорах у девушек Раньше женский головной убор Расписанный бисером Это самый настоящий был у девушки паспорт Так как у нее под козырьком Здесь писалось Сколько в семье имелось детей Средние имели от 9 до 11 детей Это нормальная семья считалось Детьми, правда, очень братами были У нас такая небольшая шуточка Эти... Ночи полярные же длинные А что делать-то ночью? Мужчина приезжает в зимний период Делать нечего Рогов накушивать И с женой там веселишься всю ночь И так начинается Ниже Писался у девушки Сколько семья богатая Чем эта девушка богатая? Ведь раньше по-настоящему измерялась Богатство оленями И еще медной посудой Медь она ценилась на вес золота Возьмем даже вот этот медный чайник большой В этом году 279 лет исполнилось ему И кстати 5 января Сверху у девушки писался адрес проживания То есть в каком погосте она живет В какой части Кольского полуострова По бокам писался родовой тотем Из какого народа и какое у них прозвище было Раньше у нас именно не было У нас были Так сказать Ну попозже те же самые Возьмем как у индейцев Такие же были И скажу так то что Ну у нас издалека приехали скажем так что Мурманск И слышали то что нас называют лапарями Да А почему назвать лапарями Да Никто не знает почему назвать лапарями 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 У скандинавских самов у них Высоми называются У них в швейце есть такое интересное одно слово Это лапи А лапи Когда на русский язык вы переведете Это будет означать нищий и безродный Я у них узнавал правдой Что будет если вас назовешь лапарем И мы тебе просто без оговорок в морду дадим У нас с этим все очень строго и коротко Для них это правда скрабление как называешь лапарем А это у нас пошло с начала 15 века Когда сюда пришла церковь Церковь она пришла и начала нас просчитывать Первая кто нас мог просчитать Когда она начала просчитывать Она одновременно обкладывала данью И по свою защиту уже брала Вот пришла первая погода с 3, 5, 10 На одном участке прошла Обратно уходит И на следующий год как приходит уже на новую территорию Чтобы на угли так просчитать И она начала путаться Она смотрит вот в знакомом у них здесь Мы же в здании укладывали уже Да? Два оленя и 100 килограмм рыбы Третий, четвертый Так же на что просчитать обратно И потом понят То что мы ведем кочевый образ жизни То есть с места на место всегда переходим Но и ходим только по своей территории И чтобы не путаться Начали нас всех объединять Возьмем село Ловозер 1574 года основания Каня как раз на щели Тоже самое Сосновка, Кола, Тюридика возьмем Все основания 1500-х годов Начало 1600-х годов И давали на фамилии еще У нас на данный момент около 9 или 10 самских фамилий Когда старую телефонную книгу Ловозерского района возьмете Вы увидите одних Андреевых Там тематика сейчас сколько идет Карповых, Сарвановых, Юлевых Те же самые У нас имена все разные были О, одинаковые, но имена разные были И с нами еще, ладно, народность Они были на крыле Кольского полуострова Это были Лоппы Они морской народ Они не умели заниматься И когда их объединили Чтобы им выжить Они просто стимулировали Научились тому же быту, что и мы И вот с конца 15-го века, начале 16-го века Кольских самов назад Только нас Больше никого Вот И сзади у девушки писался Кто у нее муж То есть прозвище И какой родовой тетем у него Во-первых, благодаря этой шамшуре Никогда в жизни у нас не смешивалась Своя родовая кровь У нас всегда кровь обновлялась И вторая причина Благодаря шамшуре Никогда не было разводов Ну и еще маленькому такую обычаю Когда вот Это замужние девушки А вот не замужние Он вот такой вот простенький был У них здесь снизу Узор всех был одинаковый И сверху присял с радость Прозвание у девушки И когда она ходила В такой шампочке И приходила на свадебную ягварку Это самая главная практика Она считается же И как раз уходит На уходе себе товар Который там нужен Туда съезжались Помога Наски самые Кольские Надглоски Курцы Там просто находился Обменился товар, который он нужен И девушка ходила Показывала себя Вот пара не увидел ее И начинает за ней ухаживать Второй, третий, четвертый За одной девушкой Пять-семь парней одновременно ухаживали У нас получилось так, что Девушка всегда выбиралась Мужчину Но при этом у нас Девушек всегда было меньше Ну, больше, чем мужчин Вот, когда она выбрала себе Начинают общаться Узнают друг о друге уже Время разъезжаться уже Ну, полтора месяца прошло И девушка назначает Мужчине Определенный день в году Любой, какой она захочет Это был день свадьбы Почему девушка назначала Так, как она всегда Находилась дома У очага И она знала Когда обоих родителей В один день не будет дома Да Получается, мужчина Просто крал ее Когда уже разъехались Девушка приезжает домой Она все держит в секрете Своему мужу Никому ничего не говорит А мужчина дома приезжает Язык развязывается Все полностью матери рассказывает Все вокруг него И мать мужа Бушевает вот эту самую Шамшуру для своей невесты Это был еще Первый садин Подарок И когда уже все Время подходит Мужчина собирает Четыре белых оленей Своего стада Как на картинке возьмем То один белый олень Вражается очень-очень редко Один на тысячу голов И когда четыре оленей собрал Он ехал Соквастался Вот у него богатый Хороший Девушка не зря его выбрала Такое время подошло Приехал Посадил ее Поцеловались И поезжает в обратную сторону Уже Детей же много же было Но кто-то все Он отсюда скажет Что свадебную пряжку Полежала Дочку О, дочку Сестренку забрала Он соберет Судничок с приданным Упряжечку тоже самую поставит И поедет след Догоняет Догоняет Ну что ж Извини, родная Возвращаемся Возвращаемся Обратно домой И невесту Пересаживала Могла Следующая встреча Состояться через год Полтора То ли два года Долгий процесс По-настоящему Но старались По-настоящему Детей отдать Зачем девушку Совершеннолетним Дома содержать Если может Сама уже зарабатывает Ну Поезжает Провожает ее Зная В каком погосте Будет жить И что в гости приезжать И чтоб не с пустыми руками Судничок с приданным Отдает Ну Свадьбу сыграли Там Оленей дали И хозяйство свое Ведите как хотите Молодая семья Как не бывает Скандалы Обыденные И начинает Поругалась с мужиком На выезжай встал И пошла к матери А перед этим Мужчина спрашивает Оленей Не дам Это мое богатство Мало ли что с ним Принесойдет Она тебе ищет Рызачок сверху И езжай к матери Как хочешь Минимально пятьдесят километров Нужно было проехать А она пришла Все таки уставшая Со психу Как говорится Открывает мать дверь И первый вопрос Который она спрашивает Свою дочь Это что с твоим мужем Случилось Либо умер Либо заболел Либо что Не-не-не-не Все нормально с ним Ну Алкаж остался мне Не хочу с ним жить Я на следующий год вместе с папой поеду Другого мужа себе выберу Мать не отвечает Дорогая Ты себе мужа сама выбрала Ну да Мы тебя не заставляли Мы и не знали Кого выбрала Иди обратно с ним живи Ну пожалуйста И она и обратно Пятьдесят километров шла Ну стоять Сто километров за сутки Пройдите Там любой человек По психологии на двадцать лет вперед И благодаря этому обучению У нас никогда не было разводов Второе Девушка не имела права Из нее выйти из дома Она наказывалась очень-очень сильно Если выходила без него Ну Вот так и вот Маленькие обычаи возьмем Вопросы насчет культуры самов У вас есть какие-либо? Такой цивильный туалет Такой туалет можно даже снять на видео Реально Папа, а какой номер? Цветочки тут искусственные правда Все чисто Очень приятный запах здесь Ой тут нет ничего Ты будешь писать Мужчины Мужчины Вот ваш вожак Кепа ходит За ним Становитесь Первая команда За ним Становитесь Первый номер Вторые номера Вот ваш вожак Самская игра Мужчины Оба 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 Походи сюда Ого Егорка иди Егорка иди сюда Давай Снимаем Руки закрываем на поясе, впереди стоящего, так же, дети назад, впереди вперед, впереди стоящего, закрываем руки на поясе. Команда, которая перетянет за меня три раза, кто три раза перетянет на свою сторону, все будут команды волки, кто проиграет, будет команда оленями. Готовы? Три, два, раз! Один-ноль! Чувак, я кайфую! Леш, статографируй еще! Николай, Николай, я один-ноль! Так, команды готовы? Да! Вы готовились? Три, два, раз! Ребята, маленькая хитрость есть. Дело в том, что они, на самом деле, тасят вас в борту. Команды, поменяйтесь местами! А что, Сергей Ростов, все захочет? Там, ну, здесь подгорка. Там, твоя легкета. Два дороги без местных, какой-то. Не надо! Друзья, доберемся, доберемся, доберемся! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Сейчас, ребята, мы с вами будем играть старский футбол. Команда «Волки», вон ваши ворота. Команда «Олени», вот это ваши ворота. Три правила. Только ногами. Третье правило, самое главное в этой игре. Да, запоминайте. Это именно, чтобы правильно сказать, что надо запомнить. Третье правило, оно секретом. Я его расскажу только после того, когда будет забит первый гол. И тогда узнаешь все правила третьи. А чем играем? На гаме. На гаме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok